73 года прошло со дня снятия блокады Ленинграда. 900 дней, с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года, город находился в окружении. В Карелии тоже есть очевидцы тех событий. Около 500 человек, больше половины из них живут в Петрозаводске. Жители блокадного Ленинграда в эту памятную дату встретились со школьниками Петрозаводска и вместе посмотрели фильм о тех страшных днях. Все, кто пережил блокаду, рассказывают о голоде, трупах на улицах и 125 граммах хлеба на ребенка. Но у каждого есть какое-то одно особенно ужасное воспоминание. Две девочки, они нашего возраста были, и приходят к нам и говорят, а мы сегодня мясо ели. Откуда мы взяли? Одна сестра у нее умерла с голоду тоже. А мама говорит, у нее отрезала в одном месте, в мягком месте, и сварила. И настолько, говорит, было вкусное. И мы сейчас сыты. Вот это я не забуду никогда. Айна Пеленин была 7 лет, когда город с близлежащими поселками взяли в кольцо. Через три месяца ее семью эвакуировали в Сибирь. Но события тех 90 дней до сих пор живы у нее в памяти. Нас пред поддувами автоматов ввели. И на станцию перей привели. И вот, значит, состав поставили. Этот состав разбомбили весь. Один вагон остался. Из 69 человек осталось только 19. До места назначения мы доехали. Все умерли с голоду. В большом зале кинотеатра Калевала школьники и жители блокадного Ленинграда, встречающие 73-ю годовщину освобождения города от фашистов в Петрозаводске, собрались вместе, объединенные одной целью. Ни за что не забыть тех страшных дней. На экране достоверный и пронзительный рассказ о том, что пережили дети и подростки в блокаде. Я хочу, чтобы тебе хорошо жилось и всем бойцам, чтобы глаза не ранили, ноги и руки целы были. Ты приедешь, и я буду у тебя. Я тебя угощу. Я все куплю в магазине, когда война кончится. По официальным данным, сейчас в Карелии живут около 500 блокадников. Больше половины из них в Петрозаводске. На момент создания общества жителей блокадного Ленинграда в республике их было более 2000. Мария Кравцова, Александр Борисов, телеканал Ника+.